Великие труды науки для молодого поколения. В Национальной библиотеке Чувашской Республики презентовали книгу-монографию Владимира Клементьева «История национальной государственности чувашского народа». На праздник были приглашены сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук, друзья по духу и, конечно же, будущее поколение ученых. О ценности данной монографии, о самом проекте Чувашской государственности рассказал директор гуманитарного института Юрий Исаев. Чувашский народ обвел свою национальную государственность в виде автономной республики. У нас наши ученые довольно много изданий научного характера, популярного характера издавали и до сегодняшнего времени. Но такого фундаментального труда, как издание Владимира Клементьева «История национальной государственной Чувашии» до этого времени еще не было. Могу сказать, что это первая книга очень серьезного, многотомного, пятитомного проекта. Мы данный проект выполняем по заказу, по поручению правительства Чувашской республики. И в данный проект пятитомный будут входить три монографические издания и два объемных сборника документов. На сегодняшний день национальные идеи весьма актуальны. Правительство республики часто дает финансовую поддержку научным проектам гуманитарного института. Одним из них стала и эта монография. Эта книга будет ориентировочной версией для учителей-историков. С большим удовольствием я сюда приехал. Просто увидеть глаза, пообщаться с вами и сказать еще раз искренне благодарности и спасибо. Спасибо от лица, прежде всего, учителей. Учителя истории мы сегодня тоже ставим задачу разработки концепции истории Чувашской республики, Чувашии. И чтобы эта история стала частью истории российского государства России. И у нас есть достаточно хорошие возможности сказать о себе, о своем народе, о своей долгой, замечательной истории всем народам России. И поэтому я очень рассчитываю, что тот проект, тот грант, который сегодня указал глава республики Михаил Васильевич Игнатьев подписал, будет реализован, концепция будет разработана. Соответственно, последующим шагом станет линейка учебников, потому что единообразия учебников не будет. Данный научный труд является основой для преподавания истории и культуры Чувашии. Акцентирую внимание на том, что такой труд давно назрел, как преподаватель ведущий, например, говорю. И, конечно, выход, большое событие, конечно же, и для культурного института и для всей исторической науки нашей республики и для всех преподавателей. Вот за это огромное спасибо. Ну и с нетерпением и интересом, конечно же, ждем следующих работ. Данная книга, прежде всего, необходима для образования в ВУЗе. Эта книга является ориентиром для участия студентов в научных конференциях. Сегодня для всей общественности и научной, и педагогической действительно очень знаменательный день. За буквально несколько минут, пока я присутствовала в зале, мне удалось взять в руки эту книгу, визуально пройтись по всему содержанию. И я сделала тоже очень такой хороший результативный вывод, для чего эта книга нужна была нашей молодежи, для чего эта книга дорога всем учеными-исследователям. Во-первых, безусловно, это формирование у нашей молодежи патриотического сознания, такого чувства патриотизма, который будет формироваться на основных документальных данных. Это кладец исторических документов. Это студентам настольная книга для курсовых проектов, для дипломных проектов, молодым исследователям-аспирантам это для диссертаций. Вот и не надо вроде много и далеко ходить, ездить по архивам. Молодое поколение историков отметило важность научной работы. Ну вот после данной презентации не только я, я как бы со своими одногруппниками, друзьями тоже уже поговорил, что к прочтению надо, ну хотя бы к ознакомлению обязательно надо взять, потому что довольно-таки бурная дискуссия была среди ученых, среди всех тех, кто писал эту книгу, ну и было действительно интересно слушать. Изначально данную тематику разрабатывал другой ученый Арсений Зоркин. Но в своей исследовательской работе он уделял больше внимания лицам, которые остались в истории. В нынешней версии истории чувашской государственности Владимир Климентев основывался на исторические факты. Сам я когда писал эту книгу, я ставил задачу перед собой подготовить сбалансированные исследования, то есть избежать вот таких, скажем, скоропалительных, необоснованных каких-то оценков и выводов, синтеза научной мысли и архивных источников с опорой на достижение передовой историографии. И вообще эта работа, она ведь важна не только с научной точки зрения, она имеет огромное общественно-политическое значение. За своей работой мы должны подчеркнуть важность существования нашей республики. Огромная признательность автору за столь фундаментальный вклад в историю Чувашии. Благодаря таким работам можно воспитать достойных граждан для достойной республики. Инна Гаврилова, Полина Иванова, Жизнь столицы.